Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. В этом видео нас ожидает очередной обзор, очередной замечательной колоды, которую мне подогнал для обзора мой коллега по цеху Егор, поэтому, Егор, если ты смотришь отдельно, тебе спасибо. Колода эта называется Антлер, колода эта от братьев Баков, и сейчас мы подробнейшим образом рассмотрим ее поближе. Итак, друзья, давайте смотреть, что это за колода такая Антлер. Первым делом хочу сказать, что Антлер переводится как Олень и Рог. Собственно, здесь нарисован олень с большущими рогами. Колода данная есть в двух цветах, есть в таких вот темно-зеленых, так сказать, в лесном цвете, да, такой камуфляж зеленый, а есть в светло-коричневом, насколько я помню. В общем, в двух цветах эта колода была сделана. Итак, колода эта от братьев Баков, от Дэна и Дэйва. Собственно, здесь надпись Бак Туинс, да, то есть двойняшки. И, собственно, надпись Антлер Плейнг Кардс. Ну, соответственно, это понятно, как переводится, да. Далее, значит, Дэн и Дэйв Аппруфт. Ну, это типа одобрено Дэном и Дэйвом. И Джентльмэн Плейнг Кардс. Ну, думаю, это переводить не надо. Как обычно, небольшая информация снизу. И написано, что он дизайнер Том Лейн. Ну, и здесь сзади изображение такого благородного оленя, который, собственно, изображен на рубашке кардс. Так, ну, здесь, конечно же, надпись Made in USA. И на язычках ДБ, да, то есть Дэн Дэйв Бак и ТЛ, то есть Том Лейн, автор, дизайнер этой колоды. Так, ну что ж, давайте глянем ее поближе. Внутри коробка белая, есть такое небольшое тиснение здесь. Да даже небольшое, а так нормально прощупывается оно. Вот такая вот коробчоночка. Итак, начнем мы... Нет, не отсюда. Начнем отсюда. Что есть в колоде? Собственно, здесь карта с пустым бланком. Конечно же, даблбэк карта. Ну, и, собственно, давайте на даблбэк мы и посмотрим, как выглядит рубашка. Рубашка сделана в тоне самой колоды, то есть такая она темно-зелененькая. Надпись Bug Twins есть. Ну, как бы, да, здесь зеркалят стороны друг друга. Собственно, здесь изображен этот самый рогатый олень, у которого большие роги. Ну, и здесь такие красивые украшения. Здесь такие ветви, цветочки. Ну, в общем, очень так добротная такая красивая рубашечка. Мне лично она нравится. Так, приступим к самой колоде. Итак, Джокеры. Джокеры здесь выполнены вот в таком вот стиле. Здесь вот надпись такая идет. Antler. Playing cards. Dan and Dave approved. Да, ну и снизу так надпись. Дизайнер. Ну, типа, Designed but Tom Lane. То есть, ну, короче, дизайнер Tom Lane. Ну, и здесь по краям, за место надписи Joker, идет надпись Bug. Вот второй Joker, он как раз, вот обратите внимание, вот эта вот буковка зелененькая здесь, да, вот на этом Джокере. Antler. А вот на этом светло-коричневый. Вот как раз вот в таком же оттенке сделан второй вариант колоды. Значит, вот такие у нас Джокеры. Далее. To speak. To speak. Значит, изображение у нас здесь оленя. Такое, знаешь, уже пристреленный такой олень. Висеть на стене, как будто бы у какого-то охотника. И огромные рога формируют очертания пиковой масти. Сделано это очень качественно, очень красиво. Ну, короче, как все у Дэна и Дэйва. Фуфло, так скажем, они не выпускают. Ну, и здесь надпись, значит, Paste 1984. Ну, сами, значит, шрифты немножечко изменены, что мне нравится. И сами изображения мастей вот тоже чуть-чуть изменены. Сами, значит, черные масти также остались черными. А вот старшие карты немножечко изменились. То есть, обратите внимание, рисунок стал более широкий и объемный в сравнении, например, с теми же байсиклами-стандартами. То есть, и, конечно же, преобладают цвета самой колоды. То есть, темно-зеленый. Вот такая вот дама. Недовольная какая-то пиковая дама. Ну, такой вот серьезный король пик. Красные масти затемнены. То есть, они не ярко-красные, как на стандартах, а довольно-таки такие затемненные. Ну, такие двойки, тройки, четверки. Все то же самое. Обратите внимание, шрифт немножечко видоизменен все-таки. Далее, обратите внимание на старших карт. Валет Буби тоже такой вот мужчинка. Дама Буби. Что-то какой-то урод вообще получился здесь. Король Буби. Ну, тоже узнаваемый король Бубей, который всегда с этой своей лапкой, да, и с топориком. Крестовые масти тоже все то же самое. Валет Крестик какой-то печальный. Дама Крестик. Ну, лицо как бы какое-то придурочное, как будто это что-то нюхает. Шучу. Ну, какое-то смешное, короче, лицо у него. Король Крестик такой серьезный мужик. И такие вот дальше масти у нас идут червовые, да, то есть, также они затемнены. И, собственно, старшие карты Валет, Дамочка и Король. Вот такие вот прикольные карты от Дэна и Дэйва. Так, друзья, что касается ходовых качеств, то... Лично я одобряю. Карты мягкие, карты хорошо слушаются. Карты удобные. То есть, очень легко с ними работать. Ну, собственно, Дэн и Дэйв фигню как бы не выпускают, да, иначе они бы не были известными Дэном и Дэйвым баками. Поэтому, друзья мои, если кто хочет обзавестись хорошей колодой, действительно реально классной, то эту колоду я в обязательном порядке вам рекомендую для покупки. Кому интересна эта колода, конечно же, ссылочку на покупку я оставлю в описании к видео. Да, карты классные, то есть, работать с ними будет вам очень-очень-очень приятно. Ну, и я думаю, что прослужат они долго. Ну, что ж, друзья, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и да хранят вас Боги моря и небес. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok